добрый вечер доброй ночи дорогие друзья мы как обычно собираем нашу аудиторию midnight loft онлайн здесь специально для вас для того чтобы поднимать ваше настроение для того чтобы работать над силой вашего духа для того чтобы вас воодушевлять и вдохновлять на новые подвиги мы по-прежнему находимся на фронте решения задач насущных мире музыкантов мы обсуждаем всевозможные онлайн опции и невозможные тоже пока мы собираем аудиторию я вам расскажу интересную историю совсем недавно появились уже такие вот буквально истеричные вопли онлайн вопли людей как они устали от карантина как им все надоело но поскольку у нас хэштег love терапия мы соответственно пытаемся поддержать морально аудиторию музыкантов всех 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 и вот сегодня я решила выйти в свои любимые косухи вот поскольку полночь это время время удивительное время превращения время трансформации сегодня очень теплый майский день сегодня можно было наконец-то применить эту незаменимую вещь сегодня 3 мая который вот на самом деле подошло к концу но все-таки все-таки вот именно сейчас я вам расскажу как лофт филармония и мид на это онлайн общается своей аудитории которая вполне себе реально как мы взаимодействуем какая у нас обратная связь сегодня у одного очень интересного и хорошего человека за одной замечательной девушки день рождения у елены бодровой и эта девушка дизайнер она очень захотела чтобы сегодня случилось специально для нее сказка ну и конечно сказка для нее сегодня случится меня попросили попросили очень слезно и очень сильно сделать праздник сегодня для всех поэтому поэтому сегодня я буду вести наш парижский midnight loft онлайн в таком вот достаточно элегантном виде ну конечно конечно вчера милан сегодня париж завтра вероятно будет нью-йорк но это будет завтра а сегодня в гостях midnight loft онлайн полина стрельцова замечательная виолончелистка замечательная девушка которая сейчас находится во франции которая очень много креативит у которой есть замечательные проекты на которой есть свежие идеи и мысли для всех музыкантов для всех нас с вами и мы сейчас начнем с замечательный диалог поэтому я уже готовы пригласить в студию сейчас попытаюсь это сделать оперативно а пока вы можете насладиться замечательным чаем далее вечернем платье это лов терапия я решила что сидеть в пижаме уже невозможно мы потом посмотришь сначала онлайн почему собственно говоря я сегодня именно в таком виде но я надеюсь что вас вполне устраивает мой внешний вид и может быть он даже немножко вас порадует итак мы начинаем мне придется как-то как-то умудриться здесь так чтобы меня видели привет я себя не вижу я не знаю будет ли меня но я решила присоединиться к твоему косуха челлендж и ты тоже будешь ее снимать как будет развиваться разговор хорошо я постараюсь чтобы наш разговор был жарким и даже горячим но для начала для начала расскажи как дела твои как твои дела самоизоляционные как дела в париже как вы там держитесь а всем не надоело еще об этом говорить нет но с этого мы всегда начинаем это такой знаешь разогрев мониторинг мировых точек как где что какие обновления ну как у нас идет подходит концу седьмая мы уже считаем неделями мне кажется скоро месяцами пойдет так что все ресурсы все уже выучили по 7 новых языков у всех уже дипломы гарварда онлайн не знаю все построили идеальное тело к лету которую не будет и началась такая депрессия небольшая депрессии у нас нельзя впадать у нас нас курсы терапии онлайн прямо лечим по онлайну как я говорю раньше я говорила в реальность лечим по фотографии но сейчас все ужесточилось полина ты знаешь вот если ты краем глаза видела наши предыдущие онлайн но это аудитория не даст соврать я всех пытаю музыкантов как вот в условиях так называемой новой реальности в условии онлайна сплошного можно не просто выживать а получать из этого кайф вот давай из простого как ты относишься к онлайн концертам и к онлайн урокам если у тебя ученики да 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 вся эта история конечно есть вообще мне кажется это изменит хотя бы в этом плане вот эти все онлайн карантин он уже изменил отношение к качеству записи игры вот качество контента да который музыканты любого уровня сейчас представляет есть конечно те которые снимают себя с десятью камерами с микрофонами в домашней студии это все да другая история а есть типа чичилия бартери которая себя снимает на селфи камеру и просто поет в экраны и так далее и все уже смирились с этим с этим качеством до хренового звука который поступает картинки не всегда то есть тебя вот какой-нибудь твой бардак может быть на заднем плане и как бы это уже принимается как ну и ладно в общем поэтому мне кажется что после будет немножко изменится отношение в принципе к тому что мы делаем и как мы это делаем ну ты знаешь мне кажется что вот те люди которые сидят и у них дома значит десять камер три микрофона понимаешь аппаратцы которые несмотря на самоизоляцию все равно работают и пытаются их снять они что-то знали они это непростые какие-то люди явно мировое правительство их вовремя предупредила на самом деле да мы не будем о тех людях которым может быть повезло чуть больше все таки на самом деле знаешь мне нравится эта тенденция потому что вот уже звучало здесь в онлайновых окнах что люди все равно слушаются айфона то есть все равно да то есть как бы в борьбе за этим за погоню за этим качеством когда мы сидим на студии часами там миллион дублей кому это в итоге нужно никому более сейчас когда все заперты мне кажется всем действительно не хватает вот это вот знаешь вот жизнь жизнь да и артисты здесь конечно прямые проводники ты знаешь я была очень поражена когда мы с тобой вот общались в оффлайне скажем так хотя это было все равно онлайн по поводу твоего необычного опыта вот просто уже прямо прямо с языка буквально у меня слетает эта информация ты сыграла концерт на пленэре скажем так то есть это был такой полноценный опен-эр да людей которые находятся с тобой ну я так понимаю в твоем доме в соседних домах видимо это какой-то типа вот а-ля питерский колодец да ну назовем это так или что-то типа это вот расскажи об этом опыте как как вообще ты играла что это было как реагировали люди ну как на самом деле у меня было два опыта онлайн концертов самое первое это по-моему была вторая неделя карантина такой крик души немного хотелось пойти к людям что а была группа группа организовалась музыканты в фейсбуке которые просто каждый день по нескольку концертов транслировали через нее чтобы люди могли входить и вот кому в тишине совсем грустно смотреть такие прямые включения это было странно вот честно говоря я себя чувствовала ну как я делала онлайн из живых концертов когда был зал когда были зрители то есть у тебя есть вот это общение реакция а когда ты сидишь перед телефоном вот как сейчас мы все сидим те кто смотрят тоже и как бы нет тут хотя бы есть фидбэк вот ты со мной разговариваешь и есть люди которые чуть-чуть капельку а когда ты сидишь перед этим экраном и собственно ты играешь ему и у тебя тишина после каждой пьесы и ты ну немножко неуютно себя чувствуешь как-то странно но с другой стороны все равно это был опыт позитивный потому что ты после этого все-таки читаешь все комментарии тебе пишут люди ты понимаешь своим это надо было тоже и тем кто слушал и тебе это принесло очень много ну просто да контакт ну ты знаешь вот то что я точно точно совершенно запомнила для себя вот зафиксировала после блестящего исполнения то что аплодисменты какие были то есть там даже какой-то свист был по-моему вот что-то такое то есть настолько понравилась музыка настолько замечательная девушка потому что тут уже все в комплексе понимаешь как бы виолончель девушка харизма музыка ну все мне кажется это настоящий праздник на самом деле для тех людей которые понимаешь это же нам кажется сел за там за рояль сел за виолончель и вот уже немножко вроде как и получше а человек который понимаешь уже все фильмы пересмотрел уже все приготовил что все шарлотты уже испек, понимаешь? Я мафину уже съел. Да, то есть, ты знаешь, конечно, это для меня вот тоже был такой, конечно, свет в конце тоннеля. Я думаю, какие молодцы. То есть у вас там погода хорошая пораньше пришла, чем в Москве. Ну, в Москве, как ты знаешь, особо из окна не вылезешь. То есть если вылезешь поиграть, ну, тебя туда же и засуну. Алиса, не вылезай из окна. Держись. Хорошо. Зачтено. Я постараюсь держаться. Ну, насколько меня хватит, не знаю, потому что даже вчера в столе уже сказала, что либо я добью эти онлайны, либо они меня. Ну, потому что на самом деле все интереснее и интереснее. Ты знаешь, я заметила, что все настолько разные, я это знала и так, но идет как-то вот по нарастающей. То есть мы проходим все больше и больше вот этого промежутка времени самоизоляции. И вот ей-богу, какой-то происходит, ну, я не знаю, апгрейд просветления сознания. То есть какие-то все-таки новшества мы для себя находим вот в этой вот жизни. И плюс. Ну, Полин, вот мне любопытно, конечно, как музыканту, насколько удается вот, ну, абстрагироваться от всего этого, значит, ну, дела и заниматься. То есть новые программы имеют место быть? Или просто здесь вот как раз, знаешь, вот это серьезный вопрос, смотрите, как ни странно, тут абсолютно два разных лагеря. То есть это никак не зависит даже от количества слетевших концертов, понятно, что у всех они были, от какой-то целеустремленности. Вот ни от чего это не зависит. Просто люди вот говорят одни, да, я сижу, только меня это спасает, а кто-то говорит, совершенно не могу прикасаться. Ну, да, действительно, мне кажется, это выбор личный у каждого. Зависит от того, в каком ты сейчас в моменте и состоянии находишься. Но вот я так подумала, да, как только это все началось, ну, по крайней мере, у нас в нашем пространстве тоже, в медиа, интернете, здесь сразу все кинулись записывать видео пачками, там, играть тоже онлайн-концерты, выходить в лайф, постить, как я сегодня, не знаю, какую гамму я сегодня выучил, сколько километров я пробежал, сколько километров я пробежал со скрипкой, грубо говоря, в таком духе. А сколько с мусором пробежал, не было? С мусором и со скрипкой, да. А на самом деле это такое чудесное, не чудесное даже, это очень странное время. Это ощущение, что это эксперимент какой-то над нами проводит, да, вот такой в глобальном масштабе, когда наконец-то можно остановиться. Да. Остановиться, помолчать, отложить, не знаю, это сложно, на самом деле, потому что это такое, ну, выбор тоже, да, когда все вокруг что-то делают, и это тебя так электризует и думает, что же я такое ничего не делаю, а на самом деле это такое классное, классная возможность действительно остановиться, подумать, не знаю, ничего не поделать, поскучать, и потом по прошествии какого-то времени уже понять, что ты реально, что тебе нужно в этот момент. Да, не заставлять себя что-то делать, потому что мы же все время себя заставляем в каком-то плане. У нас все время там нужно сделать, какая-то дата, что-то выучить к такому-то, такому-то, да. А вот в первый раз может быть у многих людей такой момент, когда тебя вообще ничего не стесняет, тебя никто нигде не ждет, в каком-то смысле. Это может быть грустно, но я не в этом плане. Я в том, что, да, просто, нет, это такой глобальный академический год, вот, можно сказать, когда ты ищешь себя. Ну, произошел такой разрыв шаблона, но тем не менее, как бы, есть, конечно, в этой, ну, ты описала это как бочку меда, и ты молодец в том, что ты, ну, как бы, видишь в этом позитив. На самом деле я тоже, я абсолютно за это. Но есть и другая сторона медали, что, понимаешь, как бы, были люди, которые, так сказать, в нашей братье, в нашей коммуне музыкантской, они же находятся, в общем-то, в общем-то, такой, знаешь, подножный корм, это такая волчья немножко жизнь. Да, ну, наверное, не у всех, то есть тоже нельзя обобщать, но я переживаю, как бы, тоже подстудно понимаю, что насколько нас хватит, даже вот с точки зрения финансовой, да, это тоже вот как-то нельзя, получается, забывать и списывать со счетов. Хотя, конечно, это очень сильно обращает твою пламенную речь, но я хочу сразу, как бы, вернуться к тому, что все-таки есть позитивные моменты и сказать, что да, действительно, я ощущаю это и на себе, что в какой-то момент, вот еще до самоизоляции, я себя поймала на мысли, что, ну, то, что происходит, то есть вот это вот расписание, ну, у тебя, у меня, это сюр, это уже был сюр. И как бы это уже была точка невозвращения, да, какая-то. И сейчас, когда у нас вот так вот, все, вот стена, больше вот никуда вы не пойдете, и хорошая погода, плохая, есть дела, нет дела, все, вот вы сидите. Это очень странное ощущение, и мне кажется, что каждый музыкант, вот для него это совершенно беспрецедентный какой-то опыт, когда вот все то, что он наработал, вернее, даже то, что он увидел, вот просто увидел даже, это его багаж, все поездки, все, не знаю, отношения, впечатления, вся музыка, которая была сыграна при определенных условиях, вот как будто бы это какой-то водораздел. Конечно, мы не знаем, что будет дальше, сейчас, кажется, еще рано как-то подводить, что называется, итоги, но я с тобой очень вот в этом согласна. И я тоже поймала себя на мысли, что, знаешь, занятия, они, ну, как бы, да, это все имеется, это все должно оставаться и быть, но есть возможность реализовать вот себя как музыканта, вероятно, с какой-то другой стороны, и нам, как и другим профессиям, творчеству, не только творчеству, как будто бы на это намекают. Вот, ну, я не знаю, кто именно, да, то есть не понимаю сама, как бы, о чем говорю, но я думаю, что приблизительно, как бы, ты понимаешь, о чем идет речь. И, собственно, сейчас, вот вариант того, что человек, артист, музыкант, он может выступить, наконец-то, как просветитель, некий. Вот это вот выходит на первый план. И еще одна опция, которая, как мне кажется, она тебе вот близка, я уже так подхожу постепенно к этой теме, ты же не только играешь, у тебя же, очевидно, ну, такой вот режиссерский, продюсерский склад ума, да, потому что вот та вещь, о которой я хочу сказать, вот я была совершенно поражена, это я расскажу о аудитории, ну, вы знаете, чем занимается ловка и лармония, вы знаете, что я ищу постоянно какие-то совершенно нестандартные, сумасшедшие условия для бытования жанра камерной музыки. И вот здесь, здесь можно сказать, что очень серьезно, Париж наступает опять, точнее, 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 поправлюсь. Опять же, начну издалека. Европа и вообще мир Запада, да, скажем так, западный мир, очень четко и хорошо всегда понимают, что новое, а не консервативное, это скорее хорошо, чем плохо. Эксперименты, они рождают какие-то креативные сочетания, что синтез искусств, это иной раз интереснее, чем вот те искусства в чистом виде, которые существовали испокон веков. И вот здесь я подхожу к самому интересному, что Полина приняла участие в совершенно сумасшедшем проекте, который носит характер некого триллера даже, как мне показалось. Сейчас я узнаю, о чем на самом деле была эта пьеса. Значит, ребят, речь идет, вот, Полин, ты меня потом поправишь, если я не права. Вот как я это поняла? Это такой синтез, как я уже сказала, искусств, это камерная музыка, это музыка чуть шире, чем камерная, вероятно, это был камерный оркестр. Это сплав сосудов, словом, это сплав с поэзией и с мелодекламацией. Это некий театрализованный такой проект, где, ну вот, на авансцене стоит рояль, есть виолончелист, есть вокалист, и все эти ребята, может быть, я кого-то сейчас не упомянула, но это не стоит важно, вот все абсолютно члены экипажа музыканты, они играют роли, то есть они каким-то образом перед публикой, а там заполнены до отказа зал, причем какой-то инновационный тоже пространство, сейчас Полина все это расскажет, играют на публику... Играют на публику некую пьесу, пьесу, которая завернута в музыкальный концерт, но уже в какой-то момент становится непонятно, что же главенствует, как бы, сама эта фабула, некая, потому что, дело в том, что все было на франтузском, я только могла догадываться, я уловила нерв, я уловила, что это был триллер. Вот, пожалуйста, Полина, расскажи нам, что это было, что это такое вообще? Немножко отходя в сторону, я могу тебя ангажировать, чтобы ты, когда мы привезем этот спектакль в Москву, написала аннотацию, потому что мне кажется, так хорошо, как ты, я не скажу. Я с удовольствием, ты знаешь, я с удовольствием, и более того, я даже вас реально приглашаю как бы на свою площадку, то есть, конечно, ваш проект, это отдельный проект, но мне кажется, что та атмосфера, которая существует в блокбоксе, которая находится в культурном центре ЗИЛ, ну и еще пару-тройку, если вам понадобятся рекомендации по помещениям, я могу просто вам рассказать, где бы это было прям с конфеткой. Все, я молчу. Вот, ну как, началось все, на самом деле, издалека, началось все с того, что два с половиной уже года назад мне в Париже негде было жить. Это очень издалека. Ты говоришь триллер, а это такой, можно сказать, детектив, скорее, если так, издалека. И, ну, в общем, я в течение месяца так жила по знакомым. Я не знаю, наверное, многим знакомым, музыкантам нашли все-таки такие бродячие народ, но для меня был первый такой опыт. И вот в этот момент я как-то сильно задумалась, в принципе, ну вот, а что такое виолончель, делает ли то, что я играю на виолончели, меня виолончелисткой, а кто я бедню, а кто я вообще, вот, когда у меня нет ни дома, ни кола, ни двора, ничего, только сумка, грубо говоря, и все. И то есть я каждый вечер я могу пойти абсолютно в другое место, в любое, и ни к чему не привязана. Вот, что делает тебя, тобой, такая глобальная, в общем, общая тема. Ну, и все. Не хватает такой музыкальной перебивки, знаешь, как у влогера, такая, тарадам, так. Вот, ну и потом, через многие тернии, многие эволюции, все это привело к тому, что я начала таким поиском почти, как знаешь, для кандидатских дел это поиск литературы и музыки, все на тему таких блуждающих, страстающих людей, потому что по-французски этот спектакль называется блуждание, на самом деле. Я была где-то близко, я была у цели практически. Слушай, ну, мои познания во французском я тебя потом продемонстрирую, ну и что же. Так. Вот, и я нарыла, я узнала, что этот сюжет на самом деле интересовал очень многих композиторов и писателей, как-то вот все туда-сюда, в течение двух лет как-то это все зрело и в итоге я написала спектакль, в котором соединила, спаяла вот эти все разрозненные тексты там и Серванты с Дон Кихотом, и Герман Гёсси, и Брэдбери, и некоторые современные там истории, там и дневики совершенно потрясающие женщины, такой швейцарской учительницы, которая в 19 веке одна, понимание, совершила кругосветное путешествие. И вот то есть она поехала из Европы в Австралию, потом в Новую Зеландию, в Америку, она везде устраивалась, работала, короче, там целая история не в этом суть, суть в том, что она оставила дневники, в которых это все очень забавно и интересно описано, и в общем из всей этой солянки я это все соединила, постаралась, по крайней мере, соединить в такой сюжет, в котором текст и музыка, они связаны между собой, и одно усиливает другое, потому что мне всегда была интересна на самом деле вот эта связь между театром и музыкой, вы с Давидом очень хорошо на эту тему говорили, я даже, мне стало немножко, я немножко позавидовала, потому что он реально говорил те же самые вещи, которые я тоже думаю, я так считаю. ну ты знаешь, Давида в тот вечер просто, можно сказать, бомбануло, вот, то есть он, в принципе, не настолько красновещив обычно, то есть, видимо, он помолчал какое-то время, и у него просто все это, так сказать, накопилось, вот, но он был, нет, не прав, и вообще хочу сказать, что да, эта тема совмещения, она интересна и мне, и она очень популярна, но, Полина, у меня, как у продюсера, не побоюсь этого слова, у меня очень много вопросов, то есть у меня, знаешь, сразу сейчас скрылся абсолютно мозг, по поводу, ну, технического вообще, а можно я тебя так попытаю немножко? Давай, давай. То есть получается, ну, спектакль, как бы музыкально, эти, это реализованный спектакль, я правильно жанр называю? Ну, у него не название, поэтому можно как угодно. Этот микс, этот синтез, он, как бы, он же идет на французском, то есть получается всю вот эту литературу, которую ты перечислила, я правильно понимаю? Да. Ну, вот здесь вот сейчас я, пожалуй, пойду, не знаю, так сказать, покурю в сторонке, вот, ну, вы все помните, да? На самом деле, уже даже на этой ступени уже очень большая проделана работа, ну, чисто, чисто, как бы, интеллектуальная, да, чтобы собрать на французском языке, который не является своим родным языком, я поясню, что наоборот. Я знаю, нет. Да, но Полина прекрасно им владеет, и как бы, я была, на самом деле, поражена на сколько, да, потому что одно дело там, не знаю, разговорный, да, язык, это все равно нарабатывается годами, ну, понятно, что среди это быстрее, но когда ты выходишь на сцену, ты говоришь не на своем родном языке, а вот твои коллеги, они, ну, французы, или как бы, как там? Да, они, ну, как в оркестре, который я собрала, там он был очень интернациональный, на самом деле, там были из Бразилии люди, и из Украины, и из Японии, в общем, много откуда. Вот главные действующие лица, вот главные действующие лица, они французы, вот для аудитории, которая не видела тизера, я поясню, что там, значит, настроя активных участников, которые играют, и играют монологи, идеологи, то есть играют как в театре, пианист, баритон, и Яна Велончери, вот, и интересный факт, то, что пианист, Гием, он учился в Москве, он француз, он учился сначала здесь, а потом он учился в Мессинке четыре года, и он привез оттуда себе жену, и у них замечательная дочка, и он говорит, он говорит на русский. Я хуже тебе французы, все с ними понятно. Ну, ты знаешь, то есть получается, все-таки это как бы был неравный бой, то есть я догадывалась, соответственно, с местными, потому что местные, как правило, ничего не делают, ну, как-то, вот так вот приехать на своей местности, нет, это очень дорогого стоит. Я еще обратила внимание, что вот в конце этого тизера тире трейлера, тире как бы вот такого интересного очень ролика, там, собственно, фигурирует, что это было сделано в консерватории, да, то есть при поддержке, да, я так понимаю, консерватории Парижа. Да, да. Вот видишь, а говоришь на французских. Ну, знаешь, я немножко учила, у меня было в свое время одновременно пять языков, то есть я тянула на золотого полиглота, но как-то потом все пошло не так. И один из этих языков был французский. Ну, не суть, просто я к тому, что получается, что Парижская консерватория в данном случае не просто в курсе, а поддерживает это начинание. То есть просто представить, что такое в Москве, как бы потом, при патронаже Московской землиной, я не думаю, что это возможно. Ну, кстати, лофт уже мог бы быть при какой-нибудь поддержке с таким количеством приглашенных музыкантов и такого уровня, на каком ты это делаешь, это могло бы как-то, ну, да, но вам может быть и не нужно это на самом деле. Ну, ты знаешь, у нас, я даже не знаю, нужно нам это или не нужно, у нас не так сложилось, скажем так, то есть просто я возвращаюсь к тому, что консерватория, уважаемое заведение, да, это бесспорный бренд, два ордена Ленина, все такое, да, но дело в том, что я хочу о другом сказать, здесь такой сумасшедший юмор и иронию, что, в общем, обидно, что они остались такими консерваторами, потому что традиции, это прекрасно, но за пределами традиции есть какие-то креативные формы умы, нельзя оставаться в этом застывшем состоянии. Я же почему, как бы сейчас ухватилась за поиску консерваторию, думаю, какие молодцы, ведь они, понимаешь, они в упор видят новое поколение, новые запросы от аудитории. ведь музыка, которую вы играли, вот что, откуда музыка взялась? Следующий вопрос. Откуда музыка из вот этого? Как она, как, по какому принципу вот она объединяется и вообще вот, то есть это полностью твоя идея, ну то есть ты можешь как никто лучше, друг друга. Студия, студия все сам, да, сам написал, сам собрал, сам поставил, сам сам играю, сам пою, да. Ну как, я же занималась поиском вот этой всей литературы, и литературной, и музыкальной, на тему блуждания, на тему поиска, вот это вот перемещение в пространстве, странствие такого в голове тоже. И я, я нашла кучу, на самом деле, в этот спектакль идет два часа, и уже я его выкинула процентов 80 от того, что я нашла в принципе на эту тему. То есть там такие идут переклички, какие-то такие подмигивания, типа вот у нас текст Геома Полинера, называется «Пражский прохожий». Он про вечного жида, на самом деле. То есть там герой приезжает в Прагу, гуляет по городу и встречает вот этого мифического, такого инфернального героя, вечный жид, который не знает покоя, который странствует бесконечно по свету, но встречает и узнает, что на самом деле он ни разу не страдалец, а такой Бон Ливан, очень радующийся жизни, наблюдающий за человечеством, вот, и так далее, и тому подобное. И после этого мы играем Мартину вариации на тему про Синь и Моисей в Египте. То есть тут двойной такой перекрест Мартину, который человек, и Моисей, который водил. Да. Вот, и такого, такого очень много. Они не всегда связаны вот так тесно по смыслу, музыка и текст, но я так постаралась, чтобы настроение как-то усиливало одно другое. То есть на самом деле моя великая новаторская идея была в том, что я не дала людям программу. То есть зрители пришли, и они не знали, как это будет длиться, никуда они вообще попали, ни что их ждет в течение этого всего. Потому что мне хотелось, чтобы они просто смотрели. То есть просто между музыкой, текстом, и чтобы мы все это вместе прожили. Именно поэтому мне интересен жанр скорее спектакля. Вот, если ты спрашиваешь как продюсер и как человек, который тоже занимается инновациями, скорее спектакля музыкального, чем концерта. Потому что в музыкальном спектакле у тебя есть возможность построить какую-то линию. Да? В концерте это все перебивается. Может быть, у него есть тоже тема. Сейчас очень часто делают и тематические концерты. Но все равно вот закончилась пьеса, соната, концерт, все что угодно, и люди хлопают. То есть вот это как-то напряжение сбрасывается. Тоже сам музыкант выходит из этого образа. Перестраиваемся. Идем дальше. А в спектакле ты, как это говорится по-русски, ты... Ну, такой же заплыв на два часа в эмертивном формате. Ну, полное погружение. Открываешься, выйдешь за нас в публику. Да. И мне это очень нравится, потому что у них нет возможности выключиться. Они... Ну, если у тебя все получилось, если все хорошо идет, да, да. Ну, они вместе с тобой погружаются в это и выгружаются только в конце. Когда зажигается свет, поднимается за ночь, вот. То есть вы проживаете совершенно другой опыт. Я не говорю, что... Знаешь, это очень интересный, конечно, опыт. Это огромная работа. Поверь мне, я точно могу это оценить. Я могу еще оценить то, что это огромная работа. Я, конечно, не хочу тут сейчас опять пропагандировать какой-то сексизм, но для девушки это... Я знаю, что это такое. Вот. Потом отдельный у меня вопрос. Это по поводу технической базы. Свет, прекрасный свет. Насколько тебе пришлось... Я понимаю, сейчас какой будет ответ, но все же для аудитории спрошу. Ну, взаимодействовать с технической командой. Сколько ты с ними работала? Как ты им это объясняла? На каком, простите, языке... Нет, сколько долго они въезжали в концепт или люди мобильные попались и, в общем, быстро подхватили идею такого минимального тоже освещения, в общем-то. Потому что я считаю просто эту идею, конечно, пойми меня правильно, в локте тьма тьмущая, то есть как бы, ну, минимальное количество вообще световых лучей. То есть для меня тема погружения вот в какой-то просто, я даже не знаю, и реальное зазеркалье, это вот просто вот мое. И я увидела на этом проекте, ну, не то чтобы то же самое, такой же взгляд. То есть у вас как-то свет был тоже точечно распределен, и это здорово действует вообще. Потому что свет это часть спектакля. Да, безусловно. Поэтому вот мне интересно, как ты технически это решила с командой, как это было? Ну, в этом плане вот то, что ты говоришь, поддержка консерватории, это на самом деле немножко с другого угла эта поддержка. То есть я просто формально еще студент. Но я студент на очень интересном... Да, я вечный студент, как и многие наши коллеги. Но есть очень такой интересный диплом, который называется диплом артиста. Это очень широкий. Это диплом, ничего себе. Я думала, что мы уже все свободные художники, свободные артисты, а она нет. Ну вот, можно быть дипломированным еще артистом, если тебе совсем не хватает ничего заняться. Вот. Ну, короче, это такая площадка. На самом деле, они сами не знают, что с ним делать, с этим дипломом. Вот я честно так скажу. То есть они как бы с одной стороны открыты к новому, а с другой немножко тоже консервативные такие французы. Вообще ретрограды. Вот я хочу развеять все иллюзии, они страшные. Нет, ретрограды, а потом раз, и у них везде через раз гугольцентр, ну, назовем это так. То есть они, знаешь, такие себе ретрограды, мы знаем их все грешки. Ну, это сложная материя, в общем, всего понемножку. Короче, вот эта поддержка консерватории, она выражалась в том, что я как студент на этом дипломе я могла реализовать проект в течение двух лет. Просто потрясающе. Боже, это моя голубая мечта. Знаешь, у меня так было в аспирантуре. Полина, вот серьезно, моя работа, которая, ну, все пишут там, чтобы лишь бы уже отписаться, 15 минут, до свидания, пошел следующий. Ну, у меня была такая работа, что, менеджмент, камерный ансамбль, и в конце приложение, это лоб, который уже был в общем подтвержден, но он еще был нереализован. То есть, вот буквально два месяца меня от этого отделяло. Мне сказали, это был скандал, это был жуткий скандал. Сказали, ну, вы понимаете вообще, чем вы думаете? Это никогда не будет реализовано. Вот что? Мне сказали, в своем уме. Я так покинала, вот так вот, да, конечно, и вот два, абсолютно два разных полюса. Вот что я хочу подчеркнуть. То есть, это обязательно, запустить нечто такое, что ты должна показать в действии. Ну, как? На самом деле, больше всего людей на этом дипломе тоже. Я не хочу, чтобы у тебя такие прямо сразу розовые все эти облака покрыли эту ситуацию. Большинство людей, которые на этом дипломе, они просто играют концерт. Ну, что-то типа того. Либо делают какой-то тематический концерт, либо какую-то работу пишут. Ну, это вот такое. Но, вот на моем, в моем выпуске, так можно, наверное, сказать, вот в моем наборе людей так получилось, что несколько, может, это время такое, на самом деле, все ищут чего-то нового, все хотят, у всех идей. И у меня несколько моих однокурсников, они тоже сделали, может, не такого масштаба и сумасшествия, как я, потому что на это надо решиться, на самом деле. Но все равно какие-то сценографии штуки, с какими-то тоже текстами, с какими-то танцорами и так далее. То есть, вот эта вот движуха, она идет в этом направлении. И консерватория, она как бы уже следует за этим, потому что, да, потихоньку, тоже с опаской, потихоньку, но все, да, вот поэтому, возвращаясь к своему первоначальному вопросу, техническую команду мне обеспечила консерватория. Это было здорово, потому что это были профессионалы, которые работают в спектаклях, которые знают, что делают. Я была новичком, режиссером, который пришел со своим этим списком номеров, где я хочу, какой свет. Я не знаю, как это называется, но, пожалуйста, давайте попробуем. У тебя есть одно утро, чтобы объяснить два часа смен декораций всего-сего-сего. И, ну, да, это здорово. На самом деле, очень профессионально просто они сработали, потому что, потому что они были не из консерватории. Я просто поинтересовала, это было непраздное любопытство, потому что действительно от степени вообще адекватности команды, причем технической группы, которая, как правило, все наши вот эти, знаешь, мысли, они как бы, ну так, к этому относятся. Ну, я не буду сейчас говорить, как именно, но, как правило, да, им, в общем-то, это всем не важно. Им вот главное, чтобы четко, по райдеру, все вот в это время. И даже это не гарантия того, что все будет выполняться, хотя вот с течением времени я пообщалась с разным количеством людей именно в этой сфере, поняла их нюансы и потом как бы, ну, как-то гибче уже работала. Но я знаю, что первое ощущение погружения вот в такие условия, когда нужно, ну, реально управлять, руководить, хорошим, со словом, разными, как бы, хвостами людей с разными задачами, а спектакль твой, ответственность твоя, как бы, твое лицо, это большой стресс, это большая смелость и просто браво. Просто браво, просто молодец, как бы, понимаешь, потому что, на самом деле, вот из наших, из нашего окружения, знаешь, там, консерваторского, ну, ну, попальцем ты через тех людей, которые создали что-то свое, не боятся экспериментировать, а уж тем более в сплаве, там, через, не знаю, через одного в музыкальных каких-то, да, вот вещах, ну, так, отмекиваются, либо не хотят, либо не умеют, либо все вместе, а тут, как бы, нужно, понимаешь, это же тоже вопрос вкуса, вопрос каких-то, не знаю, иногда пробы и ошибок, я понимаю, что это не то, что ты села, да, набросала, это я беру, это я не беру, это вот такая музыка, это вот стихо, и за два денька, значит, это все слетила и сделала, конечно, это не так, это такая вообще должна быть просто голова и аналитика, ну, в общем, я хочу увидеть это в полнометре. Дикусии огромные, которые мы уже провели, придется это показать людям, потому что они не понимают, они же не знают, о чем идет речь. Нет, почему, я думаю, что мы достаточно красочно описали, как бы, о каком жанре идет речь, о каком сплаве, потому что сейчас вообще, в принципе, если вернемся мы, как бы, на нашу магистральную тропу, да, чем сейчас занимаются музыканты в реальности и в онлайне, я вот уже даже немножко устала говорить о том, что, ребята, давайте обратим, наконец-то, внимание на других деятелей культуры. Музыканты, это все, конечно, хорошо, но, может быть, пришло время, действительно, вот, каждый для себя поймет, что ему еще было интересно. Вот, Полин, какие, вот вообще у тебя хобби, в принципе, есть по жизни, но вот, знаешь, если не виланчинист, если не режиссер, я всегда такие условия ставлю, то, что тебя вообще, вот, по жизни воодушевляло, вдохновляло, там, не знаю, заставляло как-то идти вперед, какой-то другой вот вид искусства, что назовешь? Я танцую сфинг. И хожу на уроке, ну, все знают, что такое сфинг, все знают, что такое сфинг. Главное, общепринятого, значение этого слова. Более того, я ходила, я однажды праздновала Новый год в Москве на вечеринке живой музыкой вот в клубе. А я помню, я помню, да, вот этот вот перформанс, помню. Мы тогда должны были как раз сконтать, что я вот просто в свинге здравствую, здравствуй, дерево. И вообще, то, что касается танцевального какого-то формата, только, только если очень сильно просят. Ну вот, Я не вспомнила, когда у нас был разговор на эту тему, но да. Ладно, вот, в общем, хобби, мне кажется, движение. Движение, это очень важно, особенно для нас, которые мы сидим все время на попе с детства. это уже тоже разговор к тому, в принципе, что должно быть здоровой практикой для всех музыкантов, то есть какое-то движение, какой-то спорт, какое-то, ну, владение своим телом, да, ощущение себя, как справляться со стрессом тоже через какие-то физические техники, практики дыхания и так далее, тому подобное. Так что, нет, а на самом деле танцы, это очень круто, потому что ты наконец-то уходишь в другую среду от всех этих артистов, музыкантов, которыми ты и так всю жизнь общаешься и уже... Ты приходишь в итоге к танцорам, которые иной раз еще более крейзи, чем мы. Почему? Ты приходишь в группу, в которой инженеры, там всякие юристы, не знаю, архитекторы, кто угодно, которые точно так же, как ты, задолбались делать одно и то же. И они хотят просто повеселиться, подвигаться, пообщаться с новыми людьми. Полина, знаешь, это так замечательно, потому что у нас часто такие стянания, страдания на тему того, что, о боже, этот фитнес, о боже, этот эллипсоид, о боже, это, не знаю, беговая дорожка, не хочу ничего делать, лучше убейте меня сразу. Есть как бы очень веселые варианты для того, чтобы поддерживать себя в форме. Знаешь, я так это весело говорю, ко мне это не имеет никакого отношения, но моя старшая сестра всегда вот просто с самого детства, мы, честно говоря, с ней вдвоем ходили когда-то очень давно в балетную школу, то есть только разница в том, что у меня это совершенно абсолютно пошло протрахом, а у нее она очень долго, во-первых, была зимна в балете до такого подросткового возраста, а потом она занималась уже современными видами танцев, в том числе современный балет, но это было связано с тем, что у нее поменялось профессия, потому что на моих глазах это команда людей увлеченных, которые, знаешь, все в форме, мальчики и девочки, как это классно, то есть я могла только наблюдать и говорить, ну, мне с вами не по пути, но на самом деле это очень здорово, и вот сейчас как бы, ну, я тоже себя не особо люблю истязать, и среди всех, наверное, вариантов, как сохранить фигуру в такой ситуации, я предпочитаю, ну, либо легкую совсем такую зарядочку, если мне там совсем все лень делать, либо йога, конечно, йога, вот как у тебя отношения с йогой после танка, спрашивания для тебя? И с йогой никак, но ты заговорила про балет, и вот как раз если говорить о карантинных открытиях, чего мы сами от себя не ожидали, я начала смотреть вот эти типа балетные классы, ну, такое соединение между балетом и пилатесом, и какими-то упражнениями, и я могу прям вот ссылку всем дать, это гениально, это Нью-Йоркский балет, они сделали два ролика, они сделали два ролика часовых, но за которые, то есть там все это идет под классическую музыку, очень приятно, ты встаешь утром, вот тебе звучит Бах и Моцарт, тебя не мучают этой аэробикой с этим ритмом давай быстрее, 35-36, ты просто делаешь вот эти все пани, тебя проводят на самом деле через весь балетный класс, все эти движения ногами, баланс, там на полу, на коврике всякие прессы и так далее, это красивые люди, которые, ну, артисты балета Нью-Йоркского, и это очень доступно, то есть вот это даже тем, кто никогда не вставал с дивана и не вставал на коврик, не знаю, реально, я просто советую... Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь Полина, ты понимаешь, что ты сейчас страшную вообще вещь сказала, завтра люди открывают ссылку Нью-Йоркского балета и что происходит? Через день они звонят тебе в личку, говорят, я не могу согнуть ни руку, ни поднять руку, я ничего не могу. Ребята, вы главное только без этого, без фанатизма. Первую неделю вас будет ломать, но потом мы прорвемся. Я почему об этом говорю, потому что это действительно очень-очень light, то есть это ни разу не балетная вот эта ломка, это действительно, я никогда не занималась балетом. Ну, Полина, тебе легко говорить, есть люди, которые там, не знаю, последние 30 лет не разгинались вообще, в принципе, не вставали со стула, так что ты будь осторожна, ты не дооцениваешь уровень бревна, в котором мы можем как бы иметь дело случайно, по касателю, поэтому, друзья мои, берегите себя, вот, бог вам в помощь, так сказать. Слушай, ну ты, ты, конечно, очень креативная, очень активная и деятельная, это очень зажигает, я прямо сейчас сижу, я прямо, мне даже жарко встало в какой-то момент, такой у нас. Ну, тоже давно уже, можно я снизу? Да, конечно, я все жду, когда ты явишься в своем прекрасном платье. Ну, а пока, пока Полина там, так сказать, закурит все у нее переодевания. Дорогие друзья, вы знаете, я, конечно, в шоке от того, что мы еще далеко даже не все опции, которые мы можем вообще сегодня озвучить, даже наметили просто как план. Потому что, потому что следующее, то, что я скажу, это абсолютно crazy. Вот у тебя есть еще некоторые такие хобби, делать все плажеры, я даже не знаю, как назвать. Ну, вот то, что ты вытворяешь с каланчели, то, что ты вытворяешь сама с собой, я даже, и опять же, вот это совершенно не поддается описанию, что это за жанр, это надо видеть. Ну, вот те, кто подписан на второй свой, да, как бы аккаунт, вот что это за деятельность? Это для души, это как бы, скажем так, протест против академизма? Это отсылка к разговору трехдневной давности, да? Это речь идет о скучающем миланчелисте, да, я так понимаю? Да, да, скучающем миланчелисте, человек. Так, ну, вот это же, о чем мы говорили вначале, это скука, из которой рождается что-то совершенно другое. То есть, когда ты себе даешь вот это пространство, освобождаешь какое-то, пустоту, да? Все очень просто. Я была на каникулах в Болгарии, тоже, не знаю, сколько, года два, три назад, мне было очень скучно. Ну, вы подали, это из названия аккаунта. вот, и у меня была виоланчели, у меня был интернет, чтобы искать слова, песен, которые я давно люблю, я обожаю, на самом деле, вся поп-культура, я обожаю это все, я даже слушаю гораздо меньше классики, чем каких-то утро, джаз, поп, всего этого, и я обожаю петь. Поэтому я просто взяла телефон, я не помню, а, это был стандарт джазовый, да, Гершина, The Man I Love, взяла, выучила слова и подобрала аккорды, и вот оно как-то пошло, такие, знаешь, типа бард, только не с гитарой, а наоборот. Ну да, но это очень здорово, потому что, понимаешь, я вот все никак не могу тебе сказать, что на самом деле и внешность твоя, но ты сейчас вообще приобрела, как бы, я не знаю, даже вот очертания настоящей такой французской девушки. Аккорды, ты меня что-то не подбила вот на этот аллюр? Нет, нет, серьезно, то есть даже если бы ты сейчас, не знаю, сидела там в футболке, там в штанах, это не важно, вот у тебя черты лица, вот не знаю, какой-то вот, ну мейк, ну все, ты понимаешь, это как бы француженка и все, вот те, кто видели хоть раз в жизни францужных, мне не дадут соврать, что вот есть что-то вот такое, и даже вспоминаются какие-то французские фильмы, ну вот не знаю, я в свое время подсела на фильмы, кстати говоря, тоже интересная, Клода Лилюша, ну ты, наверное, знаешь тоже, естественно, этого режиссера, ну мужчина и женщина, мужчина и женщина, ну естественно, железнодорожный роман, например, мне очень нравится, и вообще французский кинематограф, это вот, это всегда в десятку, если вот вам уже все надоело, и вы хотите просто какую-то красивую историю любви, или что-то такое, и вот, ну вот я смотрю на тебя, да, вот, ну я себе вот как бы так это, так это и представляю, так я себе это и запомнила, то есть как бы ты вот, очень, знаешь, вот вписалась в этот французский антураж, в эту атмосферу, это очень здорово, и вот как раз эта твоя активность, да, со скучающим виолончелистом, ну вот, по-моему, туда вот полностью, да, вот корнями все это уходит, потому что, знаешь, ведь не так, у нас как-то музыканты в основном стыдятся признаваться, что они слышат что-то, кроме Моцарта и Битковни, они считают это просто неприлично, но иногда, но я не понимаю почему, потому что если музыка, да, сделана на прекрасном уровне, да, если это же соответствует качеству, ну, у нас, конечно, в России попса оставляет желать лучшего, вот, но есть качественный рок в России, да, и как бы если вы слушаете, там, не знаю, БДС Скин, это... Николай Масков, кумир нашего детства, я не знаю, как у тебя, но это симпатичный артур. Я вообще, знаешь, как бы придерживаюсь, у меня с кумирами вообще тяжело было всегда по жизни, нет, но я просто понимаю, о чем ты говоришь, да? Ну, да, да. Еще джазовые какие-то, например, да, люди там, или, я не знаю, тот же, вот мы недавно вспоминали в онлайнах, там, Фредди Меркори, да, и так далее, и так далее, какие-то толпы, которых ремонировать вообще совершенно нельзя. И вот здесь, кстати говоря, совершенно не имеет никакого смысла задавать тебе этот вопрос, поэтому я тебе его задам очень хитро. Вот смотри, раз у нас все-таки академисты, вот молодому поколению, ну, тем, кто сейчас учится в консерватории, кто сейчас только вот выходит на эту дорожку. Бедные люди. Я, опять же. Там все еще предстоит партии. Да. Вот какую бы ты дала рекомендацию по поводу, ну, вот, позиционирования себя, вот уже в онлайне звучало, что не надо выцикливаться, что вот вас запаковали там в этот костюм, и там дали в руку скрипт, да, и вы там играете, как, не знаю, только Господь Бог лучше, чем вы, но хочется какого-то драйва, хочется какого-то кайфа, причем вот именно в этом академизме. Пусть это будет оригинальный контент, вот, конечно, я всегда, ну, за это в том числе, да, но, ну, наконец-то освободите от своих вот этих вот наглохо застегнутых пуговиц, да, и снимите с себя этот уже чертов фраг в какой-то момент, сорвите его просто с себя. Вот, что бы ты посоветовала молодежи, которая сейчас занимается, только начинает как бы свою медийную какую-то жизнь, знаешь, там, подкрывали Инстаграм, начинают выкладывать какие-то свои ролики, вот ты как человек, который уже все-таки, ну, постарше, поопытнее, что ты скажешь? Мне кажется, надо идти тусоваться с актерами, вот что я скажу. Надо, надо идти тусоваться со всеми, кто не музыкант, ну, ну, артист из других профессий, и только так ты, ну, во-первых, это поможет тебе себя немножко позиционировать лучше, в каком ты мире находишься, и что ты не один, что музыканты, это не единственное, люди на земле, грубо говоря, и, во-вторых, это обязательно родиться в какие-то проекты совместные, то есть, все, современный танец, художники, актеры, не знаю, кто там еще есть, да, кроме нас, ну, все. А вот, допустим, мне интересно, у тебя был вообще вот в Париже менеджмент как предмет, там, маркетинг, что-то такое, то есть, ты же тоже начала этот проект, ну, как бы, не с нуля, с какой-то технической точки зрения, то есть, чтобы прописать вот этот весь алгоритм, сделать, нужно же обладать определенными знаниями, вот как в Париже, потому что наши ребята, ну, у них есть менеджмент, только на четвертом фильме. Слушай, я вообще была очень удивлена, что он есть в консерватории московской. Но он недавно появился, он появился год, не знаю, лет пять назад, это максимум, это потолок, то есть, первые годы просто, я вообще к этому не имела никакого отношения, я и сама, в общем-то, наверное, тогда активно училась, а сейчас, да, вот периодически принимаю в этом участие, но просто я, знаешь, почему интересуюсь у всех, кто учится за рубежом, каково ваше восприятие и отношение, потому что невозможно иной раз нашим людям доказать, насколько это важный предмет, то есть, вот категорически, то есть, насколько, что от этого предмета, ну, я не хочу, что зависит больше, чем от специальности, это было бы некорректно с моей стороны, конечно, нет, но в каком-то смысле слова, что вот эти вот весы, они вот всегда находятся в каком-то, ну, в таком вот положении, и очень много зависит. Так как у тебя? Ну, ты хочешь, чтобы я рассказала, как в Парижской консерватории, да, это происходит? Ну, например, да. Ну, как, тоже с определенным сопротивлением, то есть, они, с одной стороны, есть такой, нет курса менеджмента, но есть, типа, конференции в течение, на мастере, по-моему, это появляется, да, то есть, такие конференции, либо уикенд конференции, когда тебе это так засовывают все в огромный потоком, но есть отелье по поводу биографии, составления ИСВ, то, что вы, по-моему, тоже с кем-то разговаривали вот на этой неделе в одном из лофтов, то есть, это да, это уже проснулось сознание, даже административное, того, что это просто необходимо сейчас, то есть, тебя никуда, везде это просят, с одной стороны, а с другой, вот как это составлять, да, как составлять СВ, как и все такое, тому подобное, с другой стороны, вещам, которые вот с моим, с личным проектом связаны, например, тут, на самом деле, каждый сам за себя, и я тоже, для меня это немножко больная тема, потому что вот мы его выпустили, мой спектакль в консе, он прошел, а дальше это моя работа, как тоже продюсер в каком-то смысле, его продавать, его продвигать, искать площадки и так далее, но потом, то есть, я учусь, вот так же, мне было интересно, ваше интервью с Дианой, по-моему, Аванисианной, когда вы разговаривали, тоже про, ну, про самоменеджмент, про менеджмент, про организацию проектов, и так далее, я не на этом вообще уровне, чтобы куда-то пойти учиться, профессионально, но пытаюсь тоже что-то где-то нахватать, понять и так далее, то есть, вот это действительно важная часть, особенно, ну, как сказать, мне кажется, все вообще идет к тому, что музыканты, которые учатся, да, где-то, они и выпускаются, то постепенно всех подводит к тому, что, в принципе, вот оркестры, какие-то театры, это вещь, конечно, замечательная, но это тоже не вечная, очень, ну, к сожалению, но кажется, что к этому идет тоже, что не всегда будет финансирование, не всегда будет это на государственном уровне, то есть, давайте-ка вы, ребята, начинайте думать и учиться, быть сами по себе, и вот, когда ты начинаешь думать, как быть сам по себе, вот тут ты остаешься немножко один, одинешенек, и тогда ты ищешь уже единомышленников, которые точно так же, как ты, что-то делают, и как бы все такая круговая взаимопомощь получается. Ну, да, хорошо, когда взаимопомощь бывает, к сожалению, и наоборот, вот, но это, такая, знаешь, тяжелостная тема, потому что, с одной стороны, вот ты сказала, что к этому нужно как-то прийти, ну, не знаю, что ты не пойдешь на профессиональные там курсы, потому что, потому что, как бы ты до них не доросла, как будто бы, да, то есть, или ты, как ты себя вот тут оцениваешь, я немножко не поняла, потому что, мне кажется, наоборот, что вот человек с любого вообще, даже с нулевого абсолютно уровня, а у тебя он тут более не нулевой, просто можно как-то, не знаю, тут дело даже, наверное, не в курсах, на каких-то лекциях, там, не вебинарах, просто, что меня вот в этой всей истории с менеджментом очень сильно зажигает, одновременно как-то так, ну, не устраивает или устраивает, но я сама не знаю, материя такая, очень живая, очень видоизменяющаяся, то есть, вот можно выучить определенные правила, и, наверное, вот этого в простой курсе хватает всем, а вот дальше, вот дальше, на самом деле самое интересное, потому что, это уже сейчас прозвучало, что тебе придется самой предлагать этот проект, как-то его спродюсировать дальше, да, и причем, мне кажется, что эта тропа не заканчивается никогда, то есть, я не знаю, какой должен быть менеджмент, какой должен быть спонсор же, или там, партнеры, что-то такие должны быть, чтобы вот, наконец-то, разорвать свою порочную трубку, потому что, мне кажется, однажды, ступив на такую тропу создания, вот именно создателя, даже, чего-то, дорожка, ты становишься человеком, который постоянно ведет сражения за жизнь этого детища, вот, причем, как я понимаю, в России и за рубежом, но, может быть, это в меньшей степени касается каких-то более, ну, крупных жанров, скажем так, где задействует, может быть, 100 человек, и уж если это запустили, если это было там в первого раза успешно, наверное, в чем-то им проще, но там другие сложности. А, кстати, вот я тоже заметила, что в последнее время у меня тоже был такой интересный опыт, ну, год назад, когда, да, вот Даня попал вместе там со своей командой, может быть, даже видела их этот проект, и тоже забавно, что у них получается, но у них не вокалист, у них чтец, пианист и виланчерист, проект, который был... Аня Косператору никогда не рассказывает про свои штуки, я пропустила совершенно это. Я обидала, да, сейчас я сработала как самая настоящая действительно продюсер, но, в общем, да, это проект, который занимается творчеством Марины Цветаевой, то есть там даже какое-то название, я сейчас боюсь сказать конкретно, да, у него это было выставлено, выложено, они провели даже, по-моему, это мероприятие в частности в «Армонии Триумф» в Перми, тоже такое лофтовое помещение, но, в общем, я просто к тому, что тоже вот, видишь, как бы, ну, синтез, и это даже здесь, где совершенно, казалось бы, это не популярно, вот все равно какие-то вот растут, какие-то точки, причем тех людей, которых мы, кто-то прекрасно знаем, вот, это дело сейчас, поясна немножко подзаглохла, вот, к сожалению, но, тем не менее, вот, но попытки были, попытки были, и это тоже здорово, это надо отменить, вот, а по поводу, сейчас у нас тут был, извините, вопросик, один, ну, причем, такой мероприятий, но, тем не менее, разведим опрос. Про цветы кто-то спрашивал, по-моему. Да, можно даже сказать, какие цветы, потому что я, я очень равнодушна, с любви цветам. Весенние вот эти вот, как раз все, что сейчас происходит на улице, в парках, вот, все, что расцветает, жасмин, сирене, это просто, меня сносит крышу. Я недавно вспоминала тюльпаны, когда я ездила в аптекарский огород, тогда, год назад, это было вообще потрясающе, потому что, всех цветов, всех мастей, всех тортов, да, это было здорово, ну, пожалуй, пусть будет тюльпан, это какая-то разница. Вот, да, постоянно столько цветов на концертах, уже даже и не знаешь, какие твои самые любимые. Вот, в России дарят цветы на концертах, во Франции нет. Не принято? Во Франции ты покупаешь себе сам цветы, если тебе хочется, а в остальных, ни в одной другой ситуации, ты их не получишь. Вот. Да, вот Елена как раз написала, Елена, я с самого начала рассказала про вас при рождении, у меня такой был интересный концерт, я вас поздравляю с днем рождения, желаю благополучия, счастья, здоровья и энергии, самое главное, вот, ну и, конечно, приходите в гости, всегда рада. Видите, замечательное платье, вот, любимый цвет, любимый размер, как говорится. Вот, я уже под этим... Поддерживаю. фарижский, да, лофтовый, диалоговый момент, поэтому сегодня это как нельзя кстати. Все, пошло. Заодно момент проверить, да, влезаешь ли еще в концерт. Да, вот я на самом деле, Елена, так и написала, говорю, Елена, я с радостью, но я вот не уверена, что соответствует хоть какой-то вообще форме, но пока, Полина, пока я держусь, хотя вчера как раз выставила на всеобщее обозрение, как я готовлю пасту, вот, паста, конечно, ты прекрасно держишься, все в порядке. Нет, ну, мне главное, скажи, я хоть узнаваема. Абсолютно, учитывая, что мы с тобой виделись, наверное, раза три в жизни. И живут. И, конечно, давно просто мы не виделись. Ну, да. Сколько лет прошло, конечно, сложно стало. зато сейчас вот есть возможность, по крайней мере, хотя бы в таком формате. Я, кстати, хотела сказать, ты спрашивала про вот эту вот всю движуху, да, онлайн-концерт, какие-то коллаборации, видео, то, что делается. Я насчет этого думала, что вот на самом деле по поводу качества, да, ну, поле снисходительное мы все стали к этому относиться, но это ведь открыло границы в каком-то смысле, да? Да, мы должны решить, что мы переходим. Дорогие друзья, мы сейчас переходим, перескакиваем в другой онлайн, мы договорим, потому что у нас еще есть один такой тема, ну, конкретно онлайн у нас сейчас наболевшая тема, поэтому давайте, не переключайте, увидимся после рекламки. Так, мы продолжаем наш богемный вечер. Ох, сколько всего сегодня сказано, интенсив прямо, да. Знаете, друзья, все-таки вот эти сплавы искусств, это очень популярная тема и очень быстро развивающаяся. Конечно, я, как человек, который постоянно болеет за лофт и за все креативные и совершенно невозможные сумасшедшие вещи, конечно, очень радостно мне, что наши друзья, наши коллеги, замечательно, они это все реализуют. Конечно, по моим ощущениям, многие вещи строить за рубежом, но не то, что проще, аудитория как-то к этому более подготовлена. Не проще, да, ничто нигде не просто, но аудитория воспринимает такие вещи на ура. А у нас иной раз приезжаешь, особенно куда-нибудь, там, не знаю, в регион, и тебе нужно непременно играть концерт Щековского или второй концерт Рахманинова или неважно что. То есть, очень нас в этих вот ежовых рукавицах, в этих рамках держат и молодежь вроде готова креативить, но у кого-то нет знаний, у кого-то, кого-то просто не допускают на эти площадки. То есть, масса, масса каких-то препонов, преград. Но будем надеяться, что, видите, я тоже, я совершенно не боюсь как бы того, что мы попали в онлайн. Я продолжаю креативить и помимо существующего, да, живого музыкального проекта, видите, я даже иной раз не боюсь запустить второй проект, вполне уже серьезный, который превратился в сериал Midnight Loft Online. Потому что, как вы видите, замечательные люди и интересные темы не заканчиваются. У всех абсолютно разное мнение по поводу каких-то общих вещей, которые магистралью идут в этих онлайн, как жить дальше и как работать онлайн. Но все равно я смотрю, что насколько важно иметь обратную связь, во-первых, с аудиторией, во-вторых, понимать, с кем я сотрудничаю в лице этих музыкантов и артистов, понимать, чем они дышат и вовремя-вовремя подхватывать их нити, только вот получается реализовывать там, а за цветами сюда. Ну, да, я думаю, что идеальная ситуация, когда наши люди, например, находясь на зарубежной местности, имеют возможность привозить сюда свои проекты. Вот, и в то же самое время, вот допустим, я нахожусь здесь, и здесь база в Москве, лофт филармония, но абсолютно никто не запрещает заниматься менеджментом и за пределами этой страны. Правда, сейчас, конечно, не самое лучшее время о том, чтобы это как-то озвучивать и говорить вообще об этом, потому что никто не знает, что будет дальше. Но, тем не менее, мне кажется, что эта бы идея была как-то понятна, понятно и за пределами России, разумеется, потому что, в принципе, вот мой проект во многом, во многом он носит такие, ну, черты вот зарубежного бомонда, такого настоящего салона для высшего общества, такая вот богема, богема топового образца. Ну, так мне, по крайней мере, хотелось его изобразить, как на самом деле получилось, но судить не мне, в конце концов, есть люди, есть публика, есть музыканты, вот, а то получается, что я сама себя хвалю, тоже не годится. Вот. Сейчас мы поговорим о тех онлайн-опциях с Полиной, которые существуют, вот, и как музыканты друг друга поддерживают и на Ютьюбе, на других платформах, и спросим, есть ли у них вообще такие креативные формы, например, как тот же самый саунд-дизайн и прочие секретные вещи, которые сейчас могут нас, ну, во-первых, немножко поднять в нашем уровне общем, во-вторых, ну, в принципе, да, это интересно, потому что, я так понимаю, что самоизоляция не заканчивается, вот, если я уже сняла ролик, где я готовлю пасту, значит, дело на самом деле пахнет керосином, ну, мне уже поступило предложение теперь что-нибудь испечь, вот, но это совершенно не моя епархия, абсолютно, потому что я не умею печь, вот, я предоставила там право голоса другим людям, профессионалам, поэтому ждите фидбэк от участников Миднет. Вот мы вернулись, ура. Полина, я тут уже всем такая, у меня была преамбула опять. Заступна? А, ну вот, собственно, мне интересно, как ты относишься к тому существующему челленджу вот по поводу Ютьюба и прочих социальных сетей, то есть, насколько сейчас важно не просто оставаться на плаву, а быть видимым. То есть, просто у нас, опять же, мнение разделить. Кто-то говорит, я сижу занимаюсь, все, от меня ничего не зависит, отстаньте от меня, да, я ничего не буду делать, я не буду креативить и готовить я буду только сам для себя, а вы этого не увидите. А кто-то понимает, что нужно создавать влоги, блоги, и пусть мы не выходим на сцену, но, видимо, вот эта вот творческая потребность самореализации, она берет вверх. Вот у меня так. И я вот, пожалуйста, в диалоговых окнах. Ну да. Нет, по-моему, обе дорожки прекрасные, когда ты, вот опять же, о чем мы говорили в начале, это здорово, если ты находишь в себе смелость отключиться от этого всего, от того, что происходит, и не поддаться, и просто, не знаю, ну, отключиться, да, буквально, и, не знаю, провести вот этот месяц, как Пушкин, где он там был, в Аболдина, в Аболдинская осень, да, когда он написал большую часть своей прозы, ну, то есть, да, как-то закрыться и такое, и гибернацией заняться, да, а потом, когда все это закончится, как в американских фильмах, да, они, обязательно есть момент, когда они обсуждают, вот, когда все это закончится, я пойду, мы поедем с тобой на рыбалку, да, вот, короче, что я хочу сказать, что, по-моему, классно и то, и другое, и я даже поддерживаю больше тех, потому что у меня не получилось отключиться, я все равно делаю какие-то видео, все равно мы с кем-то собираемся, снимаем, мы синхронизируем, монтируем и все такое, но вот просто, да, как-то отсоединиться, это такая уникальная возможность, мне кажется, такого вообще не будет никогда в жизни. ну, ну, хорошо, а вот конкретнее, как бы, допустим, челлендж на ютюбе, да, нет? Какой-нибудь? Лайк, лайк за лайк, типа, подпишись на меня, подпишись на тебя, ну, вроде глупость, да, вроде, ну, как бы глупость, как обычно, но, а почему нет, почему бы не набрать там тысячу подписчиков этих несчастных, why not, все музыканты? Ну, да, ну, я пока не сдалась, я все время вот смотрю, просматриваю эти посты, так, еще один присоединился, да, ну, посмотрим, не знаю, может быть, я сдамся на 80-й день карантина где-нибудь, может быть, я сдамся. Понятно, а вот по поводу своей, как бы, деятельности, ну, кто-то, понимаешь, реализует себя там в эпистолярном жанре, да, а кто-то снимает, ну, не познавательные даже видеоролики, а вот, ну, такой контент на границе лекций, тире мастер-классов, тире разбора произведений, вот, тебе это близка тема? Это столько работы. Ой, да, я могу это понять, конечно, но вот, как тебе? Наверное, мне нет, или пока нет, в данный момент нет, ну, именно потому что, да, столько еще разных всех других проектов одновременно, и когда ты на все это смотришь, думаешь, да, наверное, надо сделать какой-то выбор, и потом есть замечательные, люди очень профессионально это делающие, и в плане даже и картинки, и видео, и контента, и все, то есть это настоящие фильмы, с сюжетом и так далее, то есть надо провести время, научиться, надо научиться. А кого ты имеешь в виду, вот, кого конкретно ты имеешь в виду, потому что просто, мы обсуждали как раз, по-моему, с Сашей Шайкиным, что, допустим, вот в нашем русскоязычном блоге, в блоге, да, нет, ну, мы с вами только страдевали, как бы, да, но страдевали, это типа ха-ха-ха, то есть, ну, как бы, оно вроде и прикольно, но это немножко про другое, а больше, ну, вот то мы вспомнили, мы еще вспомнили Ивана Соколова, который Иван Глебович Соколов, да, он по теории музыкального содержания в консерватории очень такие крутые лекции вел, вот сейчас потихоньку выкладывается в контент, начали напрягаться, и еще мы никого не вспомнили, а вот кого ты имеешь в виду? Застал у меня врасплох с конкретными именами. Нет, я как бы даже не специально, просто мне даже стало любопытно, я вообще-то просто понимаю, что эта ниша наоборот пустует, то есть, может быть, знаешь, хорошо, вспоминается какой-нибудь Леонард Бернстайн, да, который в свое время делал вот эти вот познавательные лекции там для детей и подростков, ну, это как классика, да, потом мы тут вспоминали, например, там, Дневники Прокофьева там или Рихтера, ну, это то, что рукописно, ну, ну, да, в общем, идея понятна, а вот, вот как бы лидера такого вот в наше время, да, ну, кто ведет? Да никто не ведет, и очень это странно и страшно одновременно, потому что, в принципе, мне кажется, что была бы тема очень востребована, причем, понимаешь, сколько разных инструментов, сколько, ну, понимаешь, то есть, можно делать там на виолончели, можно делать на фортепиано, можно делать камерную музыку, можно там, поэтому я вот все ищу, я все думаю, кто же, кто же все-таки выделится из нашего коллектива, кто же первый не выдержит. Это такой, знаешь, метод эксперимента, потому что то же самое, вот, например, с подкастом, многим просто не близко, когда ты сидишь, говоришь на камеру, да, это действительно, ну, уже даже это непросто. Это правда. Я знаю, да, просто, что, допустим, ты говоришь там себе, ну, вот я говорю сейчас минуту, да, ставишь какой-то хронометраж и начинается просто, там, говорю, пять минут, и ты можешь засыпаться на 4.58, то есть всякое бывает, да, или там, я не знаю, ты говоришь себе 10 минут, а ты такой, вот постоянно, допустим, говоришь четко 9, и все, и слова заканчиваются, ну, все, и поэтому, как бы, да, для того, чтобы записать качественный влог, даже не столько база, потому что, знаешь, я уже музыкантов призывала посмотреть ролики, не знаю, может быть, это тоже в теме, типа, влоги на минималках, ну, когда нет особо никакой техники, посмотри, да, это прям вообще, это классная тема, потому что, ну, и она и обучающая, и местами это смешно, то есть это совершенно не о музыке, это просто о том, как вообще люди снимают интересные, контент делятся им, просто не имея, в общем-то, ничего от студии у себя дома, какие изобретательные умы, знаешь, когда мы были маленькими, если помнишь, была такая передача, может сказать, есть и сейчас, очимелые ручки, у меня просто уже 13 лет нет телевизора, вот, в общем, очимелые ручки, только, знаешь, таким апгрейдом, как бы, с 21 веки. Слушай, а есть же такой чувак на ютубе, который, он занимается тоже поп-музыкой, не классической, но он в течение ролика, он показывает, как можно с нуля записать песню, то есть у него такая небольшая тоже студия на коленке своя, и он ставит песню, разбирает ее, так, типа, тут гитара, тут клавиши, вот, пошли ударные, тут я добавляю эффект, и он, вот, одно наслаиваю на другое, в течение, там, у него тоже, по-моему, есть хронометраж, определенный, вот, как, типа, как за час поднять с нуля песню, вот такие вот вещи. А вот про классику, мне кажется, про классику сложнее, интересно рассказывать. Так, интересно, чтобы это было не нам интересно, которые выросли на этом, и которые, это наше все, а вот людям, которые, ну, ничего общего, которые, может быть, не сталкивались с ним. Мне это интересно, в принципе, потому что я люблю общаться, вот даже с моими соседями, да, когда я выходила играть во двор, это тоже общение с публикой, которая тебя не ждала, во-первых, в каком-то смысле, а во-вторых, которые, ну, может, они даже не были никогда на концерте, на классическом, ни на каком, и вот тут наступает момент, да, когда ты пытаешься понять, а вот что, может быть, им интересно, понимаешь, что есть вещи, которые им интересны, то есть это не то, что публика дура, и ничего не поймет в любом случае, и даже не будут пытаться, нет, то есть есть вещи, которые трогают абсолютно всех, которые, вот, да, когда ты искренне их им удаешь, они это берут, есть вещи, которые совершили, но ничего не вызывают, вот, современной музыкой, кстати, к сожалению, сложно, потому что она все-таки требует, такой, подготовки зрителя, образования определенного, но тоже, как бы, подавать. Да, ну, то есть, современная музыка, вот, у меня в лофте было, было очень много таких опытов, ты знаешь, даже вот в первые два сезона, когда, казалось бы, да, вот, первые два года лучше людей не трогать, потому что, ну, лучше с ними не шутить, но я вот как-то экспериментировала и поняла, что уже доросли и не боятся, точнее, ну, отзывы были разные, здесь, конечно, подходили и говорили, ну, сегодня, то есть, никто не уходил, да, упаси Господь, никто там, не знаю, не хлопал дверьми, никто там, не знаю, выпрыгивал из окон, но они подходили и говорили, сегодня прям, типа, жестко, сегодня прям было, они как бы говорили, да, это надо переварить, типа, увидимся в следующий раз, но никто не плевался, потому что, вот знаете, вот это вот не музыка, вот пожалуйста, на Моцарту, да, включайте вообще, но вот по поводу публики, ты знаешь, мне вот интересно узнать твое мнение по поводу модерации, которой я вот пользуюсь в лофте, и вообще, как ты относишься к тому, когда на сцене приходится, ну, вот еще и рассказывать, да, но не в формате, вот концерт-олек, все-таки это другой формат, это более такой, ну, тяжелый, массивный, объемный, текста много, музыки, может быть, не так много, может быть, тоже много, все-таки модерация, она предполагает такой вот интеллектуальный стендап, может быть, даже в чем-то заигрывание с аудиторией, ну, в пределах разумного, так, чтобы, конечно, артисты оставались в каком-то своем амплуа все-таки, но вот как тебе кажется, это способно приращивать какую-то аудиторию новую, и, ну, как бы это понятно тем людям, которые, как ты говоришь, никогда абсолютно ничего не слышали, ни одной классической ноты академической. Я считаю, что это просто необходимо, вообще, везде и всегда, то есть, вот этот барьер, ну, есть музыканты, которые считают, что нужен этот барьер, да, как это четвертая, третья стена, четвертая или третья, вот, да, которая, вот, она есть, и я в своем скафандре, я вам играю, вы будьте добры воспринимать. Я считаю, что нет, почему нет, почему не сломать эту стену, почему не, разговаривать с людьми, даже вот спектакли, о котором мы говорили, у меня есть три монолога, в которых я просто делаю стендап, на самом деле, я обращаюсь к людям, и я хочу от них реакции, потому что, ну, сколько можно сидеть без дела и смотреть. Да, 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 вот я поэтому и поинтересовалась, потому что я понимаю, что тебе, вероятно, это близко, потому что здесь, здесь действительно мнения тоже, опять же, расходятся, и это, наверное, хорошо, но просто знаешь, почему меня это вообще интересует, потому что Давид уже озвучил в своем онлайне, ведь очень много пожилого поколения, да, вот как бы в залах, и у нас очень мало форматов, ну, в России это точно могу сказать совершенно, я только что говорила, да, о том, что с программой какие проблемы, да, чтобы привезти куда-то что-то, то, что называется не Чайковский и не Бетховен, это уже, и не Брамс, да, это очень большие проблемы всегда, то есть даже говорят, Прокофьев нет, 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 Шостакович, что нет, не в этот раз, а Кашин не в этот раз, да, это уже как, это классики, а что же они скажут, если им привезти какого-нибудь Адамса или, я не знаю, Кейджа, там, Штокхаузен или того же, но я уже не знаю, что будет, ничего хорошего не будет, вот, и просто я к тому, что никто не занимается приращиванием этого нового сегмента, и получается, что у молодежи, даже у самой там интеллектуально развитой, у них нет возможности даже пойти по этому пути, ну, как-то попытаться довериться классикам, их наоборот всегда говорят, нет, нет, это вот интеллектуально, это вот не для вас, а вы, пожалуйста, вот в бар идите в ближайший. Ну, да, это большая проблема, но, кстати, вот то, что ты делаешь, я помню, у тебя было много молодежи в зале, когда я приходила, и отлично, отличные вещи делают Лена Моисеенко, да, с Антоном, тоже ваши, не знаю, как конкуренты, ну, по крайней мере, они делают классные. У нас на самом деле так мало проектов, ну, то есть ребята, которые молодые, что-то делают, я серьезно говорю, это просто вот, можно перечислить Антона с Леной, можно назвать Диану с Никитой, ну, хорошо, Лофт, это школа Крю, кого забыла? Может быть, кого-то было? Электротеатр какой-нибудь? Ну, электротеатр, да, но, ну, там прям современная, современная музыка, ну, хорошо, можно даже в общем назвать ЗИЛ, там за пределами Лофт, филармония, но там просто точечные проекты, я не знаю, можно ли их как бы, ну, немножко по-другому, да, какие-то такие проектные совсем истории, которые единоразовые, мало. Я просто к тому, что в итоге все занимаются, вроде как вот даже из нашей троицы, Антон с Леной там, Никита с Дианой там и я, три разных проекта, все как будто бы связаны с камерной музыкой, и тем не менее, вот ничего общего, потому что одни работают с детьми, другие как бы вообще сейчас открыли фонд, там, собственно, Лена с Антоном занимаются сейчас, по большей части, я так поняла, мастер-классами, и все, ну, как бы пытаются как-то, понимаешь, вот нарастить аудиторию, потому что приходят в консерваторию, я не знаю, рассказывали тебе ребята или нет, но что мы видим, мы видим, что вне зависимости от того, кто находится на афише, ну, там реально, там могут быть разные имена, ну, прям уважаемая, переуважаемая программа, супер, вообще супер концепт, в зале будет сидеть, даже не 50%, вот сколько раз я приходила в Рахмайновский, в Малый, сидит, ну, там, не знаю, 50 человек, вот такая сейчас ситуация, то есть, ну, что, что, почему они не идут, да, вот, то есть, настолько плохой получается менеджмент консерватории, но очень легко кого-то обвинить, да, я ищу причину даже в других вещах, что никто не занимается людьми, никто с ними не разговаривает, не говорит о том, как музыка там влияет на какие-то вещи, вот, знаешь, я верю, я думаю, что ты вот меня в этом поддержишь, наверное, есть такое даже понятие, как музыкотерапия, ведь, да, 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 ведь, как бы, я даже помню, не знаю, вот эти вот истории, правда, это неправда, но вот мне очень нравится, это просто как, как тема, что коровы, да, которые пасутся где-то там, кушают травку, им включают Моцарту, да, и молоко у них другое, но я не ученый, но я почему-то считаю, что это, наверное, на самом деле так, потому что доказано, что Моцарт как бы синхронизирует все процессы в организме, там, как-то настраивает там куда-то, чего-то, вот, и не только он, то есть, может быть, если людям... По-моему, не только с наровым, я бы сказала. Ну, да, просто, может быть, если людям рассказывать, даже вот, я сейчас рассказала эту историю, вроде смешно, да, от меня такое вообще услышать, но это правда, и если бы это рассказать, ребенку, да, может быть, как-то даже поинтереснее, что, представляешь, а вот, вот, да, вот, давай проверим, как это действует на тебе, а не на коровах. Я согласна, что, наверное, главная проблема вообще всего в наше время, это то, что победила картинка, и победила реклама, то есть, если ты не занимаешься своей картинкой, своей рекламой, люди не придут, потому что столько всего происходит везде, особенно в Москве, там, в любом мегаполисе, каждый день ты открываешь афишу, какую угодно, театральную концертов, кино и всего, у людей столько времени нет, чтобы все это посмотреть, и пойти, то есть, идет борьба за внимание, и в интернете тоже, плюс ко всему этому, еще куча вещей происходит в интернете, то есть, как в этом море что-то о себе заявить, продвинуть, притянуть людей, то есть, это должна быть сумасшедшая работа рекламного отдела, как это не грустно, не прискорбно, вот, уже само по себе оно не работает. Ну, ты знаешь, мне кажется, что да, оно само по себе не работает, но вот я заметила за продюсерами, которые, ну, другого, несколько поколений, чем мы с тобой, чуть старше, средних лет, скажем так, абсолютная дифферентность к тем людям, которые, вот, выигрывают конкурсы, даже среди русских, да, вот, находясь в Москве, я вижу проблему, что, есть, я не буду сейчас даже называть, ну, понятно, есть конкурс Чайковского, за пределами Чайковского нет ничего, но это так, как бы, исторически, типа, всегда сложилось, да, но все-таки, вот, хочется копнуть глубже, почему, например, там, даже Елизавета и прочие, вот те, которые даже, может быть, считаются чуть пониже ранга, хотя я не знаю, кто там выбирает этот ранг, и, в принципе, да, вот, они не знают имен, не должны быть списки просто, ну, сколько там этих конкурсов, сколько побед от русских людей, да, там, первые премии, или, я не знаю, первые три премии, ну, то есть, они даже могут делать какую-то свою вилку, и продвигать, это все равно не будет очень много, да, этой молодежи, они этим не занимаются, потом, по поводу молодежи, которая, вот ты говоришь, у людей не столько времени, ты знаешь, я постоянно вижу одну и ту же картину, есть такое понятие, может быть, ты, кстати, знаешь, mall rats, то есть, как бы, крысы, которые живут в молах, да, то есть, как бы, это молодежь, которая сейчас находится на отметке, где-то там, ну, 17-16 плюс, да, они сидят постоянно на фудкортах, и теряют свое время, чем они занимаются, едят жареную картоху, ходят по модным каким-то идиотским магазинам, покупают себе какую-то ненужную шмотку очередную, ну, то есть, такое потерянное поколение, типа, этих людей очень много, ими никто не занимает. А тут мы приходим к вопросу о том, что свою публику надо выращивать, а это так... Наверное, так вот, это глобальная история, да, о том, что, вот, если хочешь сравнение, насколько я поняла, что происходит во Франции, например, совершенно удивительная вещь, здесь есть культура любителей, у нас этой культуры нет, у нас это все-таки что-то из области фантастики, чтобы кто-то в 40 лет пошел учиться на тромбоне для удовольствия и так далее, из этого, или ребенок параллельно со школой без всяких амбиций, просто так учился на чем-нибудь играть, да, а тут есть эта культура, причем поколений, здесь оркестры любительские, ну, людей просто, хобби у них такое, они после работы собираются и играют симфонию Битховена, например, кстати, молодые дирижеры, на них тренируется, такая практика, по-моему, всем очень это выгодно, да, даже, вот, и поэтому эти люди, которые с детства привыкли, что музыка существует, и даже я могу попробовать сам поиграть, а если я не пробую, я хотя бы понимаю, что это классно, что это сложно, что, да, что там столько всего и так далее, и поэтому они потом, им интересно приходить на концерт, они вообще в курсе, что это есть, я не говорю, что здесь прям все так радужно, нигде ничего не радужно, и вообще, на самом деле, с классической музыкой проблема, нужно... О, Боже, вы так хорошо шли, но нет, Полина, что ж ты делаешь? Нет, я бы пыталась закруглить немножко более позитивно, да, что есть проблема, которую надо решать, и тут все-таки они делают в этот шаг, в эту сторону шаги, они делают проекты, ну, когда оркестранты, например, из больших, серьезных оркестров, они приходят, в школы музыкальные, в отдаленных районах, в таких, ну, как бы, в трущобах, будем называть своими именами, где как раз-таки у детей, которые не выросли в семье художников и архитекторов, и у них не было с детства вот этой, они не купались в этой всей культуре, показать им, что такое существует, начать учиться на чем-нибудь, и потом они делают концерт, где-нибудь в филармонии, например, в конце года, или вот Филипп Жарусский, который певец, контртенор, сделал свою академию, то есть он сделал там два направления, там для, один коридор, так скажем, для молодых, профессиональных музыкантов, это вот я участвовала в прошлом сезоне в ней, а другой коридор, и очень серьезный, которым он сам лично занимается, и просто этим болеет и горит, это школа, настоящая, реальная, то есть они занимаются два раза в неделю, весь учебный год, с детьми, которые из близлежащих районов, вот на окраине Парижа, где все это происходит, то есть они им дают инструменты, с ними занимаются отличные педагоги, и все это, то есть тем, кто хочет, они дают возможность это взять. И... Какие молодцы! Но все равно это не везде, не всегда, это вот такие инициативы, тоже с болью и с потом, и с кровью продвигаемые, и благодаря тому, что вот Филипп Жарусский это имя, например, или там Филармония это тоже организация, у которых есть возможность и авторитет это сделать, но я не считаю, что в России все так плохо, скажем так, вот как раз такие люди, как ты, как Моисеинки, и, ну, короче, кому не все равно, и которые делают, всем сложно, и все делают с кровью и со слезами. Ну да, ну, кстати, ты буквально сняла вот с языка, я хотела сказать, что очень много зависит, видимо, именно от личности, но продюсера это как-то будет сказано тоже очень плоско, потому что, ну, что такое продюсер, да, кто такой продюсер? Это, ну, это на самом деле козел отпущения, то есть это страшная вообще должность, то есть если что-то пошло не так, виноват кто, ну, пойдя по продюсерам, и в большинстве случаев это на самом деле так, то есть это такой должен быть универсал, но я к чему веду? К тому, что, конечно, от личности, которая вот пытается изменить что-то, очень много зависит вот именно в личном плане, то есть не просто, да, там сделать красивый, крутой проект, который, вот знаешь, вот сейчас он работает, вот конкретно сейчас, сейчас я продюсер, да, вот я на него работаю, предположим, вот я выключаю телефон, выхожу со сцены лофта, захлопываю за собой дверь, и все, я вот больше никого не знаю, я видеть никого не хочу, то есть в принципе это моя уже дальше частная жизнь, да, но так не получается, так не получается, и тот, кто вовремя это понимает, что на самом деле все вот эти вот материи, знаешь, смешно сейчас, конечно, это прозвучит, потому что я сижу дома, да, но у продюсера нет бэкстейджа, то есть он, ну, это как реалити, которая постоянно продолжается, видимо так, причем, ты знаешь, я к этому пришла не сразу, но мне кажется, что это вот, наверное, истина какая-то, потому что есть замечательные люди, которые делают прекрасные проекты, но они при этом, вот реально, вот здесь я работаю, а вот здесь я вот уже не работаю, видимо, я не могу сказать, чтобы проект работал при этом, или так? Ну, как бы, знаешь, нет, вот отработали, вот завтра, вот мы не работаем, а тут получается, что вот я даже так пробовала, на первых порах я даже не понимала этого прикола, ну, на своем примере только могу сказать, потому что не знаю, как у других, может быть, какие-то другие ощущения, но ведь 24 на 7 приходится, вот сегодня ты продумываешь, что ты сделаешь завтра, там, это касается и контента, сказать, что ты вот сейчас ты работаешь, а вот потом ты не работаешь, так ведь не получается, и тут не знаю, там все в одиночку, на самом деле, тоже, потому что мы занимаемся такими серьезными, большими проектами, поднимаем их, которые на самом деле должны делаться группой людей, да, как это делается в той же пубкультуре, когда у тебя есть артист, на него работает огромная команда людей, которые один за соцсети отвечает, другой макияж, не знаю, третий сценарий и так далее, и тому подобное, а мы, потому что в классике нет системы еще вот этой устоявшейся, но все это поднимаем в одиночку, естественно, ты и швец, и жнецы, и все на свете, да, мне кажется. совершенно верно. И на дуде игре в итоге. А насчет личности того, кто продвигает, это не только личность, это еще и упорство, и умение терпеть отказы, тоже вы, по-моему, с Давидом об этом говорили, да? Да, 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 да. Когда тебе 150 тысяч раз говорят нет или вообще не отвечают, вот это еще хуже, и это чаще всего, и ты просто прешь и дальше, и прешь, и прешь, и прешь, потому что не можешь по-другому. Если это есть, тогда есть шанс, что этот проект на что-то выйдет, на что-то выплывет. И, кстати, вот это бы надо было преподавать музыкантам в консерватории, говорить на каких-нибудь лекциях о том, что, да, ребята, если вы хотите делать что-то интересное и личное, будьте готовы к тому, что, во-первых, у вас не будет пенсии, страховки, большого дома, собаки, кошки, просто примите это как факт, скорее всего. И то, что в ближайшие лет 15 вы будете пробивать лбом стену и будете вот так на энтузиазме идти вперед. Если вы не сдадитесь за это время, может быть что-то получится. Да, ну, знаешь, вот помимо того, что ты все правильно сказала, полностью, вообще просто очень согласна со всем пунктом просто. Но есть еще один маленький нюанс, что, смотри, вот, допустим, они всему научатся. Это будет прям очень большой плюс для этих людей и все они сделают правильно, я уверена. Но с другой стороны, да, кто принимает эти письма, вот есть еще другая проблема, понимаешь, что то, куда мы пишем, это же конкретные люди. То есть, знаешь, я на своей шкуре, на своей истории неоднократно испытывала одно и то же страшное чувство, что либо тебя слышат, либо тебя не слышат. Делают это специально или случайно. Это уже не суть, это важно, да, но как бы тут два вот варианта, то есть ты обращаешься в организацию, но на самом деле в этот момент ты имеешь дело с конкретным человеком, который, ну, по всем уважению может оказаться совершенно случайным как бы таким пассажиром, который просто, просто вот сегодня я отвечаю да, а завтра я отвечаю нет. Под какую раздачу ты попадешь? То есть я не хочу выставлять, конечно, да, как-то, ну, не знаю, чтобы у людей возникало сомнение даже, что все прям такие непрофессионалы, но, честно сказать, в индустрии вот креативного и концертного бизнеса очень много профанов. Вот именно сейчас. Мне кажется, что, может быть, эта ситуация будет меняться как раз вот с течением того, что сейчас происходит. У меня такое ощущение, что у нас в музыкальной индустрии такие лихие 90-е именно сейчас происходят, когда еще ничего не построено, система не построена, и все как-то что-то пробуют где-то по кусочкам, по веточкам набирают опыты из других, может быть, тоже. Вот написали, какое больное сравнение с работой в опыте индустрии. Я не считаю, что это больное сравнение. Я считаю, что... Я бы сказала все правильно. Все правильно сказала, потому что, если бы возможно было делегировать, да, если бы... Понимаешь, я понимаю, что такое отсутствие команды и ее присутствие. То есть, когда ты действительно вот просто живешь вот у тебя по часам, сейчас, если что-то не произошло, это значит, что в ущерб чего-то другого, либо все сжимается по вот этому вот, ну, тайм-менеджменту, это замкнутый круг. И, конечно, когда есть команда, ну, я бы с удовольствием, да, я бы с удовольствием с кем-то поделилась как бы и опытом и показала, как это делать, но это невозможно, потому что все же упирается просто в финансирование, элементарные вещи, да, то есть... Ну, а ты пробовала... Ты пробовала, извини, я тебя перебью, но ты пробовала просто спросить каких-то определенных людей, было бы им интересно с тобой поработать над твоим классом? Интересно им бы было, это я знаю, но дело в том, что откуда дети... Ой, люди же не могут просто работать, то есть они же должны работать за что-то. Они же как бы... Как они будут работать? На энтузиазме? Ну, как... Как все в искусстве сначала, да, а потом как-то раскручивается и что-то получается, да. Может, это вот... Сейчас я слишком позитив ушла, но есть момент такой немножко веры, да, в то, что ты делаешь, она в какой-то момент что-то принесет. Нет, ну, как бы, понимаешь, понятие волонтерства, да, как таковое на проекте в любом случае существовало все 4 года, потому что я обращалась к людям, да, за помощью, и они сами предлагали свою помощь, например, в таком деликатном моменте, как переворотчик, перевертмейст, так называемый нот, да, это просто больная тема и хрестовая петра. То есть, конечно, большинство пианистов, они понимают, что им же хуже, как говорится, да, если у них не будет переворотчика, но всякие бывают ситуации, ну, бывает, заболел человек, там, не рассчитал что-то. Конечно, когда я могу спасти этот пароход, естественно, я прыгаю на любой стул и делаю все, что меня просят, потому что, ну, а как? но в то же самое время, а кто в это время стримит онлайн, кстати говоря, с этого же телефона только лофтовые вечера. Ну, то есть, понимаешь, получается, что один шар подкидываешь, а другой ты не успеваешь в этот момент поймать. Ну, хорошо, энтузиазм, да, это одно дело. А ты пробовал обращаться к каким-то молодым специалистам, которые вот именно из... А вот сейчас как раз молодые специалисты пишут, что кто-то найдется и на энтузиазме, это правда, да, но просто, понимаешь, я считаю, что совершенно бессовестно с моей стороны брать человека на сопровождение, ну, как бы, да, то есть я же получаю реально какой-то фидбок, ну, а что, то есть я же, ну, как, диму типа опыта, да? Нет, если ты берешь не сопровождение, если ты ищешь человека, который, профессионалы из области именно управления и менеджмента, которому было бы интересно встать вместе с тобой во главу этого проекта и привести его к тому, чтобы он приносил деньги. Полин, у меня не в этом проблема, у меня проблема не в управлении, у меня проблема как раз-таки в том, что управлять, потому что он уже работает в проект, то есть как бы не в этом состоит проблема, проблема состоит в том, что просто элементарно у меня две руки и как бы именно технические вещи, которые я уже вытворяю на сопровождении на площадке, я поэтому сразу и сказала, что о сопровождении идет речь, то есть если нужно таскать стулья, ну, я таскаю стулья, если нужно идти, то есть это немножко у меня сейчас он на таком этапе, что тут вопрос, другому. Если бы я, допустим, открывала другой проект, или, как у меня кстати было одно время, функционировало сразу несколько проектов, вот это да, когда хочется делегировать или на какой-нибудь другой, там, не знаю, площадке или в другом городе, когда ты не можешь просто физически пойти. Это другой вопрос, это тоже да, но в Москве у меня немножко другие потребности, и вот с этим тоже возникает вопрос, потому что люди, вроде как, готовы прийти и помочь, но просто я понимаю, что чисто даже научиться, да, на этом сопровождении, покажется, что, ну, странное будет впечатление. Ну, спросить людей двигать стулья, вроде тоже нехорошо. Ну, да, нет, я, наверное, не очень четко выразилась, я прекрасно понимаю, что с организацией все в порядке, и дело в команде и так далее, но какой-то, да, как бы вот кого-то не из классической музыки, да, к себе взять на борт, кто бы помог тебе это привести к тому, чтобы была возможность иметь и команду, и вывести это на какой-то финансовый уровень и так далее. Я не знаю, насколько это реально в наших российских реалиях, потому что я не пробовала ничего делать там, здесь. Не знаю. У нас в Москве, у нас в Москве, а не у вас в Париже, я поняла. Ну, слушай, хорошо. Нет, на самом деле, время покажет, время покажет. В любом случае, я открыта, и будем надеяться, что сейчас вся эта история как-то, ну, вообще устаканится, и мы поймем просто, на каком мы свете, а то, что... Знаешь, ведь постоянное развитие, я так скажу. Нам что-то написали огромную простыню какую-то сейчас пару лет назад, я интересовалась археологическими экспедициями, мы интересовали, сказала, что я обалдела, когда узнала, что волонтерам не просто не платят, а что-то там еще, в общем. В общем, вообще не платят, да. Нет, ну, в общем, понятно, идея ясна, ну да, да. Нет, у нас вообще все делается на энтузиазм, то есть я понимаю, о чем ты говоришь. Было бы неплохо, допустим, чтобы под этот лофт наконец-то дали какой-нибудь грант, сколько раз я пыталась, чтобы у него было стабильное финансирование, не было краудфандинга, да как такового. Хотя, на самом деле, вот для меня лично, как для человека, просто даже не как для музыканта, для продюсов, просто как для человека, было большое позитивное открытие, что в этой стране нам удалось собрать накамерную музыку, потому что все меня отговаривали настолько, то есть даже себе представить не может, что ужасно. Но давай вот на такой вот, видимо, позитивной ноте мы должны, наверное, завершить. Хотя мне, на самом деле, даже не хочется, но я просто понимаю, что мы уже перевыполнили формат, вот, и нужно тебя тоже отпускать спать. Да, ну как, мы поговорили о многом, на самом деле, наверное, скажешь, с моей стороны многие вещи наивно звучат, да, когда я говорю, ну, а почему бы не попросить, да, какие-то такие вещи, но это потому что, вот, переехав сюда, например, я могу вообще тоже, если хочешь, если блог какой-то делать, то это, наверное, об эмиграции, и о том, как на самом деле всё это происходит и так далее. Но это отдельная тема. Но что я здесь поняла, это было удивительное открытие, что если ты к людям идёшь и о чём-то спрашиваешь, и просишь их о чём-то, то они в большинстве случаев тебе хотя бы захотят помочь или попросят кого-то другого, чтобы тебе помогли. То есть это не тот стереотип, как у нас, что не проси, как не бей, не бойся, не проси, да, и вообще никому не подходи, ни с кем не общайся, и от всех защищайся, и делай всё сам. А наоборот, если ты идёшь к людям, им приятно хоть чем-нибудь тебе помочь, потому что ты их попросила. И вот на этой базе я, например, собрала спектакль, который, вот мы его поставили, консерватория дала мне только зал, время в зале, и осветители, и звукорежиссёры, всё, всё остальное, всю команду всех этих людей, которые учили тонны текста разговорного, плюс ещё музыка, там тоже вся, на самом деле, не самая простая к исполнению, и оркестр, это всё, потому что я пошла и спросила людей, а хотели бы вы? И как ни странно, ну, это удивительная вещь, я тебе это говорю, ни с какой ни с позиции. Очень не хочется, чтобы это звучало как-то свысока или оттуда, как ей, конечно, легко там говорить у себя, но это реально удивительная вещь, которую я поняла просто про людей, что чему нас учили в детстве у нас, что надо от всех защищаться и как бы в своей броне идти вперёд в гордом одиночестве, это неправильно. На самом деле, когда ты к людям приходишь и рассказываешь о чём-то, и предлагаешь им поучаствовать, и что-то такое, но в большинстве случаев они тебе скажут, да, давай хотя бы попробуем. Полина, ты не просто как бы не выглядишь сейчас наивно, ты нормальная, понимаешь, ты нормальная. И я очень часто даже в этих вот реалиях, которые ты сейчас описала, мне нечего добавить, но это правда. Зачем что-то добавлять? Это абсолютная правда, то, что ты говоришь об этом мире, о здешнем менталитете и как бы различия с европейским менталитетом. Всё, мы это знаем, и всё это имеет место быть. Но проблема в том, что я, будучи тоже абсолютно нормальным человеком, который может опросить других людей, да, и как бы я натаковалась на такие истории, но это тоже, это тема, ну, это не табу для меня, но просто это действительно отдельный эфир, и как бы это потрясение. То есть, к сожалению, по крайней мере на сегодняшний день, да, у меня были разные истории, я скажу так. Были хорошие, их было не так много, но они были, и я говорю сначала позитивно, но были и такие, когда просто, в общем, да, вот ты говоришь, идите к людям, вот такие моменты понимаешь, почему к людям некоторые не идут. Ну, да, понимаешь, у нас это всё упирается, у нас это всё упирается не в, как бы так сказать, не в плохих людей, да, как таковых, а в то, что, когда ты обращаешься к сильным мира сего, да, да, скажем, мы знаем вещи своими именами, они оказываются, иной раз, не всегда образованы достаточно, чтобы понять. То есть, ты озвучиваешь идею, они, допустим, понимают, о чём идёт речь, им нравится какая-то часть проекта, но я намекну, а контент этого проекта перекраивается полностью под себя. То есть, когда уже от классической музыки, ну, в общем, я тебе так скажу, от трудного квартета, а он даже не знает, что такое статусный квартет, не остаётся ничего, то есть, вот от слова вообще ничего. То есть, речь не идёт о том, что это какие-то его личные кумиры, например, суперзвёзды именно в классической музыке, там, какие-то большие именно. Речь идёт вообще не об этом. То есть, именно из-за того, что настолько разные левелы вот этого понимания и ценностей, то есть, у человека другие ценности. Он может мне помочь. И, может быть, он даже в какой-то момент и хочет это сделать, но его, ну, не убеждает, контент. Да, я понимаю, потрясно, что ты говоришь. и вот здесь начинается просто вот уже всё. Это вот уже конец, потому что ты объясняешь всё, как есть. Ты приглашаешь человека, ну, поприсутствовать на этом, да, сколько угодно, пожалуйста, вот, вот, всё заново вообще просто от Рождества Христова ему раскладываешь по полочкам. Но это не увенчивается ничем, потому что он не понимает. И всё. Получается, что он тебе не может, ну, не помочь, и как бы он тебе после этого не помешал, потому что, опять же, это менеджер. Но, ты знаешь, я всё равно не теряю от цинизма, потому что начала я эту фразу с того, что хорошие люди тоже есть, вот, и будем надеяться, что их будут становиться только больше. По крайней мере, я делаю всё, что в моих силах. Знаешь, так говорят всегда, даже музыканты, когда выходят на сцену, да, когда он, например, учил программу, да, и какие-то тяжёлые концерты, нам всегда педагоги говорят, ты должен выйти и должен чётко понимать, что ты сделал, всё, что ты мог. И вот здесь то же самое, да, вот, как бы, ты должна быть чиста, а дальше, ну, дальше ты уже, знаешь, вопрос тоже и удачи, и, да, чёрт его знает, чего это вообще вопрос, да. Абсолютно, абсолютно, но, мне кажется, да, самое главное, вообще друг друга поддерживать. Тут мы сделали такой круг и вернулись к началу, когда мы говорили про то, как музыканты и артисты друг друга поддерживают, да, в этот период. Да. Ну, на самом деле, я тебе очень благодарна за поддержку, за очень интересный рассказ, за прекрасный диалог, я думаю, что публика в восторге, вот, у нас этот эфир, даже два эфира провесят ещё 24 часа, а потом, потом они будут добавлены в сериал, который мы назвали «Видность лоб онлайн», так что, в общем, как-то так, план такой. Ну, спасибо тебе огромное, да, за суперинтересный диалог, на самом деле, столько лет я хотела с тобой пообщаться, на все эти темы, и вот оно. Это взаимно, как видишь, я очень как бы френд, я легко иду на контакты, вот спустя несколько дней, вот мы уже и провели это дело. Я очень рада, что аудитория нас смотрит, спасибо, дорогие друзья, мы вас отпускаем спать, вот, смотрите онлайны, вот, не падайте духом, всё будет хорошо, и побольше вам камерной музыки, побольше вам интересных миксов, жанровых, вот таких вот совмещений, смелых синтезов, вот, подписывайтесь на Полину Стрельцову, вот, я всех презентую, своих гостей, пожалуйста, вот, и давайте, в общем, чтобы энергии вам и спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока, пока. Всё, дорогие друзья, завтра мы с вами увидимся, как обычно, в полночь, вот, завтра я уже буду, наверное, не при таком параде, хотя мне очень понравилось, очень празднично, очень по-богемному, так что всем пока-пока.